Всем хай танкеры! Злобин на связи! На ваших экранах 132 выпуск рубрики Назабив. Сегодняшняя серия посвящена самым редким коллекционным танкам 9 уровня. Почему самым редким? Да потому что один из них, Фейз Ван, можно достать только из контейнеров операции в конце боевого пропуска с шансом выпадения всего 0,05%. Да, этот танк есть лишь у избранных. А вторая тачка ТЛ7-120 является редкой, потому что только-только появилась в игре. Выбить её можно из контейнеров. Но прежде чем делать это, вам стоит узнать характеристики танка и как на нём играть. Ведь это новая машина в нашей игре. Да-да, это его вы видите при входе в танчики. Несмотря на маленький, нестандартный размер ТЛ-ки, броня у неё есть. А учитывая, что это аж 9 уровень, а не 8, то думаю многим захочется с ней ознакомиться. Что ж, сегодня в Забиве. Американские тяжёлые коллекционные танки 9 уровня. Фаза против ТЛ-ки. Перед просмотром не забудьте подписаться на канал и оценить ролик лайком. Надеюсь, мы сможем набрать 5000 пальцев вверх. Прожимайте прямо сейчас, чтобы не забыть потом. Большое всем спасибо. Подписывайтесь на канал, если ещё не сделали этого и приступайте к просмотру. Первый раунд. Манёвренность. Максимальная скорость вперёд и назад сильно круче у фазы. 40 км в час против 36 и 20 против всего 10 км в час у ТЛ соответственно. Двигатель мощный у Фэйз Ван. 994,5 лошадиные силы против 748,8. Судя по размерам, несложно догадаться, что фаза весит больше своего оппонента. 56,6 тонн против 43,2. Но даже несмотря на это, удельная мощность чуть-чуть лучше всё равно у танка из БП. 17,6 лошадок на тонну против 17,3. Скорость поворота корпуса одинаковая. По 38,7 градусов в секунду. А башни совсем чуть-чуть шустрее верти ТЛка. 26,7 градусов в секунду против 24,3. У ТЛ-7 чуть выше проходимость по дороге и воде, но это явно не спасает его в этом раунде. Здесь фаза оказалась быстрее почти по всем параметрам, несмотря на то, что она почти в два раза больше ТЛки. Счёт 1-0 в пользу Фэйз Ван. Едем дальше. Второй раунд. Стрельба. Калибр утяжей одинаковый по 120 мм. Средний урон соответственно тоже по 400 единиц. Пробитие почти равное, но всё-таки на стандартных снарядах фаза имеет на 1 мм больше шансов нанести урон. 250 мм на ББ против 249. Голдовыми кумулями Амеры пробивают одинаково. 330 мм, что для 9 уровня очень даже круто. Время перезарядки быстрее у ТЛки. 9,4 секунды против 9,7. Из-за этого урон в минуту чуть лучше у новой коллекционки. 2545 единиц против 2475. У Ван комфортнее у фазы. Минус 10 градусов против минус 7. Но ТЛ имеет очень маленький размер. И для неё минус 7 вполне достаточно, если вы понимаете о чём я. Сведение и точность отходят ТЛ 7-120. 3,8 секунды и 0,326 метров. Против 4,3 секунд и 0,335 метров соответственно у фазы. Что ж, здесь танки похожи. Оба орудия довольно комфортны. Но всё-таки, учитывая, что фазе благодаря её размерам достаточно и минус 7 ВН, а сведение с точностью у неё гораздо лучше, при этом нельзя забывать о чуть-чуть быстрее КДшки, балл с минимальным отрывом получает новая коллекционка. Счёт сравнивается 1-1. Идём смотреть, чем на шутежи могут танковать. Третий раунд. Броня. Давайте начнём с цифр, а потом уже будем смотреть, что там на самом деле. Запас прочности чуть выше у фазы. 2173 хп против 2120. Лоб корпуса толще у фейзван. 190 мм против 180. Борт крепче у ТЛки. 70 мм против 65. И корма корпуса у тежей одинаковая, по 40 мм. Лоб башни отходит ТЛ 7. 230 мм против 180. Борт башни одинаковый, по 70 мм. И корма толще у фазы. 60 мм против 45. Что ж, теперь нам понятно, что ничего не понятно. Башня крепче у ТЛки, но у фазы гораздо меньше лючок, который у ТЛ видно очень хорошо. Борта чуть крепче у новой коллекционки, и от них можно вытончить что-то мелкокалиберное. Но при этом в клинче с той же фазой ТЛ пробивается прямо в ЛД. Но тут есть один важный параметр, о котором я говорил ранее в других раундах. Это размеры фазы и ТЛ 7. ТЛ-ка в два раза меньше своего оппонента. Соответственно и жить на ней будет проще. Потому что вы всегда сможете спрятаться за холмиком, встать от башни и так далее. Ну или вообще прижаться к какому-нибудь сверхтяжу в борт и кусать его как блоха. В общем ТЛ 7 это как маленький броненосец, с которым в детстве если прикоснуться, они сворачивались в комочек. К фазе у меня нет вопросов по броне. Борта чуть слабоваты, но в остальном все гуд. В общем оба тяжа получают по баллу в этом раунде. Счет становится 2-2. И пусть все решается в ПВП. Поехали первый бой. Я играю на ТЛ, против меня подписчик из Дискорда на фазе. Подписывайтесь кстати туда, чтобы также принимать участие в съемках. Ссылка будет в описании. Погнали! ДПМ у меня чуть-чуть сильнее, но из-за того, что фаза быстрее и больше, я просто не могу никак от нее отлипнуть. Он становится в клинч, а в клинче уже, как вы можете заметить, я могу пробивать стандартными снарядами только в лючок, который и без того маленький. А при этом фаза, из-за того, что она просто-напросто быстрее выцеливает, потому что она меня может пробить, мало того, что у меня люк больше, еще и ВЛД может пробить без каких-либо проблем. В общем, все мое преимущество в ДПМе, оно куда-то теряется. При этом я очень долго выцеливаю. Пробиваю, конечно, но к этому моменту фаза уже делает меня шотным. И просто-напросто очень-очень тяжело против этого мастодонта что-то сделать. Вроде бы осталась фаза шотная, но для меня как будто бы и без шансов. Хотя стрелял по КД, старался выцеливать, но здесь действительно фаза в клинче очень-очень страшный враг. Не только для ТЛ, учитывая, что она маленькая, ей неудобно с большими тягаться, так еще и против десяток фаза вполне себе неплохо выстоит. Второй бой. Сейчас вы будете смотреть реплей от лица фазы, и вы видите, насколько больше лючок, просто потому что фаза выше, и она вообще не чувствует. Посмотрите, как будто бы какой-то легкий танк, да, Т71 от бабушки приехал, и ничего не может сделать. Я пытаюсь как-то прижаться, но здесь фаза просто без каких-либо проблем насовывает в люк, потому что она выше, опять же. И ВЛД тоже он может без проблем пробивать. Я, конечно же, шью, но на ТЛ-очке своей. Но здесь вот, УВН хорошая, закидывает без проблем, и все, просто без шансов. Здесь фаза выигрывает у нас. Сейчас, конечно же, если мне не удастся танкануть, но, как вы можете понять, здесь это сделать невозможно. Счет у нас итоговый становится 3-2. Сейчас смотрите, забив, и обязательно чекайте конец видео, там я выскажу свое мнение о танчиках. Так, наверное, хотел в одно место поехать, ну ладно, так, чтобы не поедать туда. Арахнидан, какой ТЛ-7 по 120. Видите, скоро выйдет. Музыка, какая. Выглядит он очень красиво. Пофиг, как и каждый танк. Это люди в черном какие-то. Какой-то ударенный. Молодые не смотрели, наверное, первые. Я думаю, все смотрели. Так, че, какой план? Как его убивать? Да не, Сань, ты че тут люди, в 2004 году родились. Нам, мы не думали, как убивать его. Че, все на кастерпью? Ваша задача толпой налететь, ребят. Советик вам. Ну, походу, там. Так, вы найдите его, мы налетим. Ну, я его найду, сейчас. Смотри, что понтяне нашел. Ну, там, упа, упа. Че, много там лома идет. Ага, он засел. Он там, наверное, засел. Я уверен, что ты там. Вы слишком спешите. Надо как-то их. Ну, нет. Да, сухарь. Какая у тебя альфа? Да, вот, секретик будет для вас. Лога. А, кто-то набери. Ага, интересно. А, бета-7, где хп потерял, друг? КВД. А, наверное. У газа плохо, советую оттелять. Понял. А, че вы пробиваете-то так жестко? Да потому что... Танк слабый. До свидания. На самом деле, у тебя НЛД с голды пробиваются. На вашу поехал. Тут вот там-то. На нас, на нас поехал. На нас поехал отступаем. Давайте. Стратегическое отступление. Парни, выводите его на открытую местность. Вот куда вы там-то. Мы должны вас идти сюда, под ПТ-шек. ПТ-шек давайте. ПТ-шек очень жесткие у нас. Он пока туда отвлекается, я вам в спину зову. Задом еду быстрее, чем... Все, он на меня отвлекся. Боже, вообще какой медленный у нас. Вот все отлично. Накидываемся. Парни, не надо его там... Да ну куда ты летишь? Ты там умерешь еще. Рэйпи. Все, вот так отвлекаем его. Нормально. Так, раз. Ай-яй. А это вообще не... На закуску едем. Так, ешка. Нифига, красота, ну какой-то. Нау ебать, беги, б***ь. Родни, Касева. Наконец-то. Так, ребят, что-то план дал трещину, не? Парни, не умрите. Ты не лезь, мне не на уверенности летит. Плотвичи. Сдавай назад, пускай на ПТ выйдет. Слушайте, я думал у вас все хорошо. Ну как-то видишь, они уже нет. Уже нет. Уже нет. Жопа в скалу въехал. Да, так у ешка где-то он до сих пор на горе стоит. Да. Выцеливать. Убьёло. Больно сейчас. Больно. 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 Меньше 50%. Блин, мы могли это выиграть, парни. Правильно. Зачем-то поехали там, просто убиваться от него. Он у ешку шутник. С одной корее всего, да. На убить их вообще. Он кузь бьет, если не будет нашей ПТ-шечки. Его контент подкручивают нас. Сколько у него когда-то вообще? 5 секунд. Без шансов. Сейф вор 400, что-то не верится. Он вылёт. Когда едет до меня, нет? Как только выпутишь, тогда и посмотрим, какой ПТ. Вот правильно. Не верится, что почти 300 бьёт за каждые 5 секунд. Но что-то не сходится, да? Это он уже 4 тысячи. Шутник. Понял. Для него шутник. Я сегодня я кодом ставил. ОЕшка, давай. Это Спарта, друг. Вау, так. Пасоорудие подставили. Вы понимаете, нет куда ехать, Фан? Ты ват, надо скоординироваться. Не надо на костюме ехать. Давайте все на гору. Ножидал бы. Надо было, наверное, не у Яшки брать. То есть, он туда же поедет, там, не надо ехать на костюме. Ну, если пробить. Я пошёл танковать. Танковать? Очень работает. Мы не можем его. Я, как и слышу вас, на БТ-2 танканул 152 миллиметра. И ещё раз танканул. Так, а мечи. Так, вы готовы? Один готов спать. Ну, конечно, готов. Понятно, был, что он сюда поедет. На, я-я-я. А в мобилане зачем он? Я не понимаю, зачем вы на костюме поехали. Он наголдится. Куда посмотрел? Не смотри, куда сайтишься. Конечно, светится вы все на костюме. Представить. Давайте парню. Моя любимая команда. Нужно бы как-нибудь его затопить. Затопить? Надо его высветить как-то. Я уже боюсь. Он мне как меня в бою затопили. Ой, мой. Какой тайминг. Ой-ой-ой. Да, топить его. Не еду туда. Всё, по-моему, вот сейчас надо падать. А, уже всё, гг, да, походу? Вот, походу, ребят. Альфа, ни холошу. Да никакая вы. Уезжайте там. Да. Вон, когда я, когда я, когда я, когда я. Залетите все, помогите. Рассинхронно. Я, 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 я. Пошел вон, Харик. Ускоряк. Фарик, альфа, заходит. Увн, заветки, увн, как всегда. Фууу, ребят, не будем кишком. Так, а подальше, чтобы я в тебя мог попасть. сейчас стану может и меньше камня слышь вас на вас давай на давай боже мой да что ты попал как бы ты себя бы как-нибудь кормой сложно на третьих сложно да нет но если бы туда налетели все мы не можем все на голубей на хлеб итоговый счет 3 2 в пользу phase 1 но эту тачку все равно почти никто из нас с вами не увидит у себя в ангаре потому что чтобы ее выловить надо быть самым везучим человеком на сервере а вот l7 120 выбить легче но опять же решайте сами нужно ли это вам в целом тачка неплохая далеко не имба даже не думайте но она может потанковать раздать люлей благодаря комфортному орудию да и сам геймплей на таком маленьком тяже прикольный это как ездить на матизе по шоссе среди дальнобойщиков опасно но весело на этом у меня все не забудьте прожать лайк под этим видео если оно вам понравилось и написать об этом в комментарии ваша поддержка очень важно танкеры подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые ролики и увидимся в следующих видео